Бампер-бол – это новый и необычный для нашего города вид спорта. Несколько игроков от каждой команды, футбольное поле и мяч, который нужно забить в ворота соперника. Но сделать это не так-то просто. На каждого участника надевается специальная надувная сфера, в которой падать совсем не больно. А совершать комбинации с мячом достаточно сложно. Соревнования по бампер-болу – одно из самых зрелищных испытаний спортивного осеннего марафона. Настолько гармонично все подобрано. Команд очень много и структура самого осеннего марафона продумывалась не один год. Не один год строилась вся эта программа. То, что сейчас у нас есть, это действительно уже отработанные годами мероприятия. И оно шикарное. Оно действительно очень интересное и очень насыщенное. К подготовке команды на спортивный марафон в Гайдаре каждое подразделение ядерного центра относится крайне ответственно. В основном делают ставку на самых спортивных молодых специалистов. Команда завода «Авангард» в этом году выставила на марафон обновленный состав. Несмотря на соревновательный дух и высокую конкуренцию среди команд, участники приехали на марафон не только за победой. Это сплочение команды, дружба, понимание, взаимопонимание. То есть никогда не надо ссориться, надо к единому мнению приходить. Иначе никакой конкурс и спортивные мероприятия не будет получаться. По правилам в осеннем марафоне принимают участие молодые специалисты ядерного центра в возрасте до 35 лет. Однако это яркое и интересное событие не оставляет равнодушными и тех, кто защищал честь родного завода на спортивных марафонах в прошлые годы. Сегодня они активные участники группы поддержки. Здесь ребята не только увлечены спортом, но они еще и общаются между собой. Это очень сплочает коллектив и вызывает бурю положительных и хороших эмоций. Полоса препятствий, спасение утопающего на катамаране, стрельба из духовых трубок и стафета на воде и многое другое. Каждый год организаторы стараются удивить участников интересной программой, главная цель которой – команда образования. У нас одна из ценностей Росатома – это единая команда. Вот тут, по-моему, в полной мере единая команда отражается полностью. Уважение здесь тоже есть. Результат тоже. Все ценности Росатома мы прошли по полной программе на всех этапах нашего квеста. Поэтому я бы сказала, что полностью соответствуем политике госкорпорации. В течение всего дня команды представителей различных подразделений ядерного центра боролись за звание «Лучшие из лучших». И несмотря на то, что победитель только один, удовольствие от участия в осеннем марафоне получил каждый. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.